Всем привет, с вами Каламаксим Мобайл, сравнение смартфонов G-Smart Classic Pro и Apple iPhone 4s. Начнем сравнение их внешнего вида, также сразу хотел бы сказать о стоимости телефонов. G-Smart можно купить новый за 300 гривен в среднем, а iPhone 4s мы можем купить примерно за эти же деньги. Это бэушный телефон в хорошем состоянии, ну или где-то там поискать возможно в магазине с гарантией, предоставят тоже бэушные или восстановленные устройства в хорошем состоянии, также примерно за эти деньги 3-3,5 тысячи гривен, в общем примерно равные они по стоимости сейчас. Но конечно в этом есть преимущество G-Smart, потому что мы покупаем такое устройство за те же деньги с магазина, которое будет идти с гарантией, документацией, в общем преимущество конечно в этом плане. Что ж, по внешнему виду телефоны сделаны из, начнем с G-Smart, задняя крышка выполнена из рифленого пластика, немножко собирает отпечатки от пальцев, но устойчивый будет к различным физическим повреждениям. Вот сейчас вам ближе покажу, что рифленая это поверхность. Также этот материал практичен, задняя крышка съемная, ее в случае чего еще можно будет поменять, и это в принципе особого труда не составит. С айфоном тут посложнее, корпус цельный, неразборный, поэтому чтобы поменять какую-то, поменять какую-либо деталь, будет достаточно проблематично. Вот. Что ж, теперь по поводу габаритов устройств. G-Smart в высоту 14 см ровно, 140 мм, айфон 115 мм, в ширину айфон 58 мм против 71,5 мм, и толщина устройств составляет 9,3 мм у айфон против 7,6 мм у G-Smart. G-Smart тоньше. Это в принципе и видно, эта разница. Что касается элементов, из которых сделан айфон, это стекло спереди и сзади, и металлическая окантовка по контуру устройства. Теперь по размещению различных элементов управления. Сверху кнопка включения и выключения устройства, джек для наушников у айфон. На левой грани устройства кнопки регулировки громкости, а также ползунок в переход в беззвучный режим. На левой грани устройства у нас только слот для микросим карточки. И снизу джек для 30-пиновый коннектор для подключения к компьютеру. И вот микрофон и динамик. G-Smart спереди у нас 5-дюймовый дисплей IPS. У айфона 3,5-дюймовый дисплей IPS. Над экраном у него разговорный динамик, фронтальная камера, где-то тут спрятались датчик. В общем, так же, как и у айфон 4S. Снизу 3 сенсорные кнопки для управления, айфона только одна, Home button. На правой грани устройства находятся кнопки регулировки громкости, а также кнопка включения и выключения устройства. На левой нет ничего, сверху джек для наушников, а также порт для microUSB зарядки. Вот, разблокируем устройство. Меню работает отлично. iOS версии 9.2.1, если не ошибаюсь, используется в айфон 4S. Последнее актуальное, это, в принципе, самое дешевое устройство, которое еще актуально поддерживается. Да, таки есть 9.2.1. У Gigabyte Classic Pro используется Android версии 5.1. Ну, в общем, работают телефоны хорошо. Теперь давайте сравним их по скорости работы в интернете. Откроем сайт, например, apple.com. И сравним их по скорости. Что ж, по плавности оба устройства хорошо работают. На G-Smart лучше в том плане, что здесь больше экран, больше информации помещается, немного больше. Что ж, теперь замеряем скорость. Перейдем на одну и ту же ссылку на обеих устройствах и посмотрим, кто быстрее. G-Smart немножко быстрее был, буквально на миллисекунды. По приближению, ну, немножко быстрее осуществляется на iPhone, поэтому комфортнее немного. Тут не так резко. Вернем. Так, как тут... А, вот, просто. iPhone назад возвращает быстрее. И еще раз давайте перейдем по вот этой вот ссылке. G-Smart загрузил быстрее. В общем, по скорости выигрывает G-Smart. Но по качеству работы примерно одинаково. Вот, теперь откроем синтетический тест Geekbench 3. И пока он будет запускаться, поговорим о производительности устройства, о их железе. Запустим. Вот. iPhone 4s это процессор Apple A5, работающий на частоте 1 ГГц, двухъядерный, оперативки 512 МБ, встроенный 16. Экран 3,5 дюйма, разрешение экрана 640 на 960 точек. Вот. Теперь, гигабайт. Процессор MediaTek MT6592, работает на частоте 1,4 ГГц, восьмиядерный. Оперативки у него 1 ГБ, встроенный 8, плюс возможность расширения памяти microSD карточка. Это тоже плюс, что можно расширить память. Вот. Экран у него 5 дюймов, разрешение HD 1280 на 720 точек. Вот. Ну, думаю, окончания теста ждать не будем, потому что еще где-то полторы минуты он будет идти, и просто на видео увидите уже сам результат. Закончился тест Geekbench 3. Видим, какая разница по результатам. По одноядерному тесту превосходство G-Smart в полтора раза, даже больше, и в разы просто превосходство в 5 раз, да, в 5 раз, даже в 6, почти в 6, нет, в 5, просто в 5. Превосходство по мультиядерному тесту 2160 против 411, извиняюсь. По синтетике выигрывает. Теперь запустим тяжелую игрушку Dead Trigger 2. Давайте, может... Ну, давайте Dead Trigger. Откроем одновременно практически. Ну, думаю, что G-Smart все равно выиграет. Тут намного мощнее железо. Должен быстрее даже с форой iPhone, должен быстрее загружать Dead Trigger 2. Ну, айфон немножко быстрее загрузил. Вот именно, что мы могли нажать Play раньше, чем на G-Smart. Ну, так примерно одинаково, если бы я вовремя запустил. Саму игру быстрее подгружает G-Smart. С него и начнем смотреть, как работает игрушка. Ну, вот уже сразу могу сказать, что минимальный уровень графики. Прорисовка не очень хорошая. Упс. Перезагрузился. В общем, был низкий заряд батарейки. 15% где-то, возможно, просто... Вот, в общем, при 15% устройство перезагрузилось. Ну, тогда сейчас я поставлю на паузу. Поставлю на зарядку телефон и уже продолжим. Что ж, в общем, продолжим. Подзарядил я немного телефон до половины. Вот, посмотрим для начала, как игра идет на iPhone 4s. В общем, здесь уровень игры неплохой. Уровень графики средний. Вот видите, что очень хорошо прорисован асфальт. Есть в нем зеркальное отображение окружающего мира. В воздухе присутствуют различные элементы. То есть, графические элементы. Вот летает жар от огня. В общем, это графический элемент. Хорошо прорисованы различные мелкие детали. Намного лучше, чем на большинстве Android-устройств. В общем, хороший уровень. По плавности также замечательно. Игра работает. Вот. Теперь посмотрим, как на G-Smart Classic Pro. Здесь я уже видел, как работает игра. И тут минимальный уровень графики, к сожалению. Но это нормально, потому что на большинстве Android-устройств в этой ценовой категории игра именно так и работает. Минимальный уровень графики. Вот видите, конечно, мир не так хорошо прорисован, как на iPhone 4s. Не так хорошо прорисовка текстур. Но по плавности не проигрывает. То есть, так же плавно. Проигрывает только по уровню графики. Такая же ситуация будет практически во всех играх. По плавности будет примерно одинаково на обеих устройствах. Но по графике будет выигрывать iPhone. За счет оптимизации вот этих вот различных игр. Теперь посмотрим на то, как устройство фотографирует на основные камеры. Сейчас вот 13 Мп есть. Если я не ошибаюсь, это в Gigabyte Pro. Да, основная камера 13 Мп против 8 Мп камеры iPhone 4s. И сравним эти снимки. Я их выведу на экран. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл. Комментируйте, ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока.